Доброе утро. Вообще, утро началось с того, что у нас пошел дождь. Вот такая вот погода зимняя в Краснодарском крае. И это вот типичная ситуация. Дождь, по-моему, начался даже с ночи. И всю ночь шел. Хотя я ожидала, что будет снег. Но, видимо, погода немножко сместилась, собственно. И вроде как сегодня, на завтра обещают понижение до минусовой температуры. Что-то сейчас плюс один, а упадет до минус семи. Ну, мы сегодня стали пораньше. Для чего? Для того, чтобы пораньше, собственно, ехать домой. Потому что особо сейчас здесь ничем не планировали заниматься. Сейчас будем завтракать и, собственно, поедем. Сидим, в общем, мы кушаем. И пошел снег, как обещали. Вот оно. Зима продолжается. Хлопья. Конечно, будет свякать. Потому что это все будет таять потом. Ну что, как тебе? Надо же снег. Ну да, больше грязи будет. Тем более, смотри, какой дождь был сюда. Да. Оно падает, оно не будет держаться на земле. Оно, мне кажется... Ну, конечно, если в ночь будет минус семь, то, может быть, даже и полежит снег немного. Ну, посмотрим. Мне кажется, мы приедем. Тоже там выпадет. В Керчи обещали. По Крыму. И у нас наверняка тоже будет. На улице продолжает идти снег. И прикол, что люди идут с зонтиками. Ну, мы же привыкли, что зонтик от чего? От дождя. Ну, видимо, на юге по-другому все. В общем, продолжает лететь хлопья. А мы уже собрались и едем домой. Меня бы, наверное, снег удивил, если бы я не жила до этого в Питере бы. Я уже привыкла к снегу, он мне нравится. Вот он, снег. Тут мокрый, правда. О! Ну, все, сейчас, мне кажется, до вечера снегопад будет идти. Здесь можно опустить, наверное, что-то тоже. Да, не можно. Только не до конца только идет. А дальше оно же скатится. Ну, чтоб видно было хоть. Да, сейчас-то такое интересное снимете, когда вот здесь вот снег-то идет. Да. Ну, ладно. Ну, может, еще здесь дорогу снимем. Ну, только дорога же, снег будет все равно идти. Так, спасибо. В горах Краснодарского края, понятное дело, там побольше снег будет. Какая-то градуса. Покажи. Плюсы один? Да. Города выехали, и видимость очень плохая. В Краснодаре снег не лежит, он сразу тает. А здесь все поля, все дома, станицы, все усыпано в снегу. Вот сейчас, кстати, теплицы проезжаем. Мне кажется, это, наверное, те самые теплицы, которые я видела, когда я вчера летела на самолете, и они светились. Может быть такое? Их же подсвечивают обычно. Да, наверное, это плитник будет. Ну, обычно подсвечивают, чтобы круглые сутки вырастали овощи. Но в Питере так. Теплицы подсвечивают. Вообще, все ведь к снегу классно. Прикольно. Вот, например, так сейчас станица Ивановская выглядит. И не скажешь сразу, что это Краснодарский край. Остановились около дороги. Это уже Темрюкский район, и здесь, видите, около дороги продают рыбу. Сейчас до этого только что остановились. Собственно, купили щуку. Папа захотел на котлетки. Вот такая вот рыбка. И так очень много, кстати, где продают. Вот по Темрюкскому району. Папа хочет еще сама купить. Едем, едем. Очень много на самом-то деле всего происходит по дороге. Вот напишите, а вы покупаете вот так около дорог рыбу? Мы летом, кстати, никогда не покупаем. Почему? Потому что как-то боимся. А сейчас очень холодно. Ни мух, ничего нет. И поэтому покупаем. Не боимся, так скажем. О, смотри-ка, точно. Точно, точно. Что-то выбрали. Если вам интересно будет узнать цены на рыбу, которые вот сейчас там мама снимала, то оставлю ссылку в комментариях. Заходите, посмотрите. Ну что, купили рыбу? Да. Купили, хорошо. Что купили? Как тебе нужно называть? Судак. А, судака купили, судака. По пути домой решили заехать в светофор. Вот сейчас посмотрим, что есть там. Да, я маску уже надела. Это светофор находится в джигинке. У нас, который в Тамане, там постоянно всё разбирают. Пойдём. Масочка. Это что? Ну, вы здесь, в общем, обычно берёте какую-то бытовую химию, да? Да, да. Сколько возьмём их? Путички две возьмём. Попробуем. Это маме в комнату. Это мы берём бабушке. В комнату. В комнату бабушки. Освежите. Ну, нормально. Воздух. Воздух. Ирина, мыло жидкое не надо у нас? Нам надо хозяйственное мыло. Да. А жидкое у нас есть. Сказали, что специально для меня выбирают бумагу. А потому что расход будет увеличиваться. Я ж приехала. Расход будет увеличен, да. Теперь у нас вас будет не трое, а уже четверо. Ирина, не зацикливайся. Я смотрю походу. Ксюши, вот иди сюда, покажи. Вот знаешь, что я хочу? Вот у меня дома такой есть. Ой, вообще такой. Крочень? Очень, да. Мне так нравится. Тебе надо такой же купить. Ну, да, я, кстати, думала об этом. Ну, сколько он стоит такой? 297. А, форма для запекания. Можно купить сейчас и увезти. А, кстати, у тебя же там, наверное, рядышком дома есть. Ну, конечно, да. Я тоже так думаю. Ну, просто, ну, короче, если что, советуешь, да? Да, я прям люблю готовить в таком, это. Моется очень хорошо, удобно. Это холодильник, да? Угу. А тут что ты хочешь посмотреть? Ну, мясо посмотреть. Угу. На улице там. Можно? Да-да, пожалуйста. Ну, мы вот здесь мясо еще не покупали ни разу. Нет. 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 Ну, это больше ребер. Тут один. Ну, почему нет, кто-то стоит. Ну, я такой ни разу не покупала. Не знаю. Да, я не брала такой даже. Тоже не знаю даже. Ну, я хотела, думала, блинчики, если будем с блинчиками кушать. Ага. Но я такой не покупала. Как купи? На заробную. Попробуем? Ну, не знаю, сами смотрите. Вот что лучше думаешь, как вот это и не покупать? Ну, вот. Ну, заносится, посмотри. 8,5 с блинчонка, а это 19%. Пожирнее. Пути, давай сливки возьмем. 100 грамм. 340, это стандартно. Что-то почему-то все баночки какие-то помятые. Ну, попробуем. Для пробы купим. Ага. Не, вот это можно. Сливки. Ну, я бы, знаешь, это вот маме твоей. Она просила с кофем. Давай, это мята, это же баночка. Выбери. Видимо, все такие внутри. Выбери, поднимай, давай. Ну, давай, вот мы с медом сделаем. Это очень вкусно. Да. Сколько тут грамм? 500, вроде бы. Полкило. Это получается килограмм будет стоить... 500 грамм. 452 рубля. Тут разобрал нормально. Именно такие, да? Да. Ну, они как сладкие немножко. Вот, вот эти. Возьмем они так. Две штуки. Купим. Вот они мне понравились. Ох, это что? Рыбка янтарная. Попробуем купим. Ну, не знаю, как вот. Перемь. Не, не знаю, я такой не люблю. Я люблю. В светофоре, что хорошо, что можно, вот, например, всякое к чаю купить. И в больших вот коробках сразу много. Берешь и надолго хватает. Как бы я обратила внимание на эти, не знаю, но где их делают, посмотрите. Ну, где-то здесь, наверное, потому что написано ИП. Краснодарский армавирный. Ну, давайте возьмем на пробу. Давайте попробуем. Да, давайте возьмем. Попробуйте. Мы же всегда разные пробуем. Ну, бывает то, что нам нравится, мы возвращаемся. Нет, нет. Ну, все, купили, что хотели. Сейчас еще по пути заедем в Сенном. Скорее всего, вроде как нужно еще продукты для дома купить. Потому что особо не планируем в большайшие дни ездить в магазин. И вот решили все сразу закупиться. Так что получилось так, что вроде бы возвращаемся домой из Краснодара. Но еще и у нас закупки такие небольшие. Решили вместо Сенова заехать в Старотитеровскую, чтобы здесь купить продукты. Идем в агрокомплекс. Завтра будем делать солянку. Собственно, поэтому хотим купить какую-нибудь колбаску. Я обожаю солянку. Пока родители выбирают, покажу вам цены на колбасу. Здесь у нас в Петемрюкском районе. В агрокомплексе. Вот скажите для вас, в вашем регионе супер дороже или дешевле? С полфиловы, которые здесь стоят? Наша карта есть? Нет. Вода будет 250 градусов. Почему она есть у нас? У нас машина. Она есть? Есть. Хотя есть, есть. Есть, есть. Ну что-то пола в этом здесь. Не знаю. И еще, пожалуйста, куриную ветчину. А вот куриную ветчина 149, который у нас. Да. И вот такая вот цена на сыр. Сырые разные. Здесь агрокомплекс. В принципе, ассортимент, он везде одинаковый. Все. Купили и едем домой. Посмотрите, какая елочка у ДК стоит. Прям вся светится. Я карту на себе, да? Ну, у меня карта. Сейчас, не знаю, что с вами нахожусь. Возвращаемся уже по темну. Темнота уже. Так долго ехали, что везде заезжали. На все магазины. Все. Малыша встречает. Малыша. Малыша. Малыш, очень. Ой, нет. Ой, скуде. Малыша, на, подорожь. На, косточку. Малыша, на, держи. Малыша. На тебе. Не, а это тебе специально кушали и оставили. Закрутила малышу. Да, мамы. Темно. Малыша. Ай, не видно тебя, малыша. Не видно.